Привет, друзья! Сегодня у меня в обзоре прицеп Caravan Balei Ranger 1997 года выпуска. Это двухосный прицеп. Это очень редкая модель. На сегодняшний день такие модели уже не производят. Прицеп, который собрал в себе все достоинства двухосного прицепа и компактность одноосного. Длина от передней до задней стенки составляет 520 см, что соответствует длине одноосного прицепа с двумя спальными зонами. 520-530 см. Поэтому это очень редкая модель. Найти ее очень сложно. Стоит этот прицеп 410 тысяч. Комплектуется палаткой неполноразмерной. Палатка 2,5 на 2 метра. Я считаю, что лучше такая, чем вообще ничего. И комплектуется тентом всесезонным, который летом будет сохранять ваш прицеп от ультрафиолета, сохранять мебель от ультрафиолета и сохранять вот эти все швы, чтобы герметик там не рассыхался. То есть будет служить гораздо дольше. А зимой и осенью охранять ваш прицеп от снега и дождя. Потому что основная проблема, из-за чего текут прицепы, это когда в межсезонье после дождя у вас вода подникает во всякие микротрещины. Потом начинаются заморозки. Вода замерзает. Начинает все это расширяться. Из года в год это повторяется. И в итоге в конце прицеп начинает протекать. Как раз тот самый чехол на этот прицеп защитит, как бы убережет вас от этого. Именно поэтому, что владелец этого прицепа использовал вот этот чехол, он, видимо, сохранился в таком прекрасном состоянии, что внутри, что снаружи. Как вы видите, прицеп имеет две оси. И ранее я в своих видео рассказывал подробно разницы двухосного от одноосного прицепа. Сейчас я кратко расскажу, что двухосный прицеп, во-первых, более безопасен, потому что четыре колеса. Меньше нагрузка на грунт, поэтому его легче тащить по дорогам. Он более устойчивый, практически равнодушен к боковым ветрам. Его не таскает по дороге, когда вы, например, обгоняете фуру или фура обгоняет вас. Естественно, две оси, более короткие свесы передний и задний. С этим прицепом гораздо проще ехать по мягким грунтам, из-за того, что, опять же, нагрузка на грунт меньше. И, естественно, когда вы съезжаете за дороги, например, в поле, прицеп очень, он, как бы, его не колышет, когда вы едете по таким небольшим ямам. В том месте, где одноосный прицеп провалится, двухосник совершенно спокойно проедет, даже этого не заметит. Ну что ж, давайте я сейчас расскажу конкретно об этом прицепе. Мы проверим все оборудование. Это будет, как бы, таким видеонапоминанием для будущего владельца, чтобы он потом мог всегда включить и посмотреть, как что включается и как что работает. Потому что обычно люди забывают и потом звонят через год в начале сезона и спрашивают, как и что запустить в этом прицепе. Итак, двухосный прицеп, длина 520 см, внутренняя, 5 спальных мест, о чем говорит вот эта вот, 20 длина, 5 спальных мест, 2 спальных зоны, задняя и передняя. Задняя часть пластиковая, полностью закрыта, как видите. Здесь установлена канистра с водой, канистра в комплект не входит, моя рабочая. Подключен сейчас насос для проверки, система выхлопа бойлера, когда бойлер работает от газа, здесь кассета для туалета. И там несколько таких доз для нижнего и для верхнего бачков. Далее, здесь сейчас у меня подключена система питания 220 вольт, аккумулятора нет, но для проверки, потом мы возьмем мультиметр и проверим, какое питание идет с понижающего трансформатора на аккумулятор. Заливная горловина бака. Этот прицеп еще имеет отличие от обычных прицепов двухосных. Одноосники очень редко оснащаются баками, баки эти небольшого размера, потому что заливая воду в бак и двигаясь как бы по драссе, прицеп очень сильно, вернее бак в прицепе, очень сильно влияет на развесовку. Поэтому, как правило, баки в двухосных прицепах расположены в районе оси, либо за ней, либо перед ней, и имеют замкнутую систему. То есть залить воду в бак вы можете только подключив насос и канистру, и из этой канистры перекачивать воду в бак. Это не совсем удобно вам, потому что всегда надо следить за количеством воды в баке и количеством воды в канистре. Вот, здесь этот прицеп избавлен от этого, здесь не замкнутая система, то есть вы можете открыть горловину и залить воду в бак. При этом вы можете пользоваться только отдельно насосом в баке, либо вообще не пользоваться насосом из бака и поставить канистру, пользоваться только водой из канистры. Это очень удобно, так как вы ведете с собой, остановились на стоянке, там не надо ничего доставать, все, вода у вас как бы насос, все подключено. Передняя часть прицепа сделана из стекловолокна, минус этого материала в том, что с возрастом от камушков попадаются, камни попадают, растрескиваются, то есть он играет и получаются такие паутинки. Когда у вас передняя часть сделана из пластика, прицеп избавлен от этих паутинок, но у этого материала, на мой взгляд, есть один глобальный плюс, он очень ремонтопригоден. Как бы у вас не пострадала передняя часть, с помощью стекловолокна, шпаклевки со стекловолокном, вы всегда сможете ее восстановить. Пластик очень тяжел в работе, его дорого делать, потому что его надо полностью паять. Здесь у вас бокс. Здесь сейчас лежит палатка и место для установки двух газовых баллонов. Все остальное место, запаска хранится за задней осью на специальном кронштейне. Поэтому здесь полностью отсек для хранения ваших вещей. Ну что ж, давайте сейчас пройдем внутрь. Сейчас я закрою бокс передний. Пройдем внутрь. Как и все прицепы, оснащается розетка для подключения к розетке 12С автомобиля для работы внутреннего, для питания внутренних приборов, холодильник, зарядки аккумулятора и света. И стандартная 7-пиновая черная розетка для работы внешних световых приборов. Здесь все идеально, никакого лишнего герметика, все заводское. Это решетка для вытяжки, которая установлена в прицепе. И внешняя розетка. Сюда вы можете к ней подключиться, чтобы в палатке, например, установить обогреватель. Ну что ж, давайте пройдем внутрь. Вот, кстати, тот самый чехол. Очень легкий, непромокаемый, который идет в комплекте с прицепом. Здесь у нас такая антимоскитная сетка. Сетки на всех окнах антимоскитные, солнцезащитные. Внизу такие грузики, которые позволяют ей вот так висеть все время. Не надо ее открывать, постоянно закрывать. Вот она такая и есть. Прицеп. Давайте включим свет сразу. Здесь с общего выключателя вы можете включить, подать питание 12 вольт. Все лампочки абсолютно работают. Лампы для чтения. Все включается, все горит. Вот эти светильники работают от 220 вольт. Сейчас 220 подключено, можно их включить. Передняя спальная зона. Выдвинув вот эту роль, вы можете собрать один большой диван. Можно снять тумбочку, вытащить ее из прицепа. Тогда будет вообще огромный дел. Здесь у нас фиксируется столик. Так, все плотно. Надо подбить. Вот. Большой стол раскладывается, шторки сдвигаете. Сюда приставляется еще один стол, который хранится в задней части прицепа. В шкафу у нас хранится еще один столик, который находится в задней части. Сейчас я вам его покажу. Шкаф. В шкафу можно включить свет. Вот этот столик пристегивается в задней части прицепа, когда у вас собран диван. Так, здесь у нас очень просторная душевая кабина, освещение, дополнительные ящичек, окошко, люк. То есть для прицепов такого размера она очень, скажем так, большая. Где-то сантиметров, как правило, на 30 она меньше в прицепах. Так, свет можно выключить. Все работает. Сейчас мы включим. Сейчас я сразу же включу подогрев воды от газа, бойлера. Потом подробнее я вам об этом расскажу. Итак, вторая спальная зона задняя. Здесь можно раскрыть дверь. В походном состоянии она так защелкивается. Второй ярус имеется. То есть вы его вытаскиваете, кладете на вот эти упоры. Сверху кладете подушки. И у вас получается второй ярус полноценная кровать. Где-то порядка, по-моему, 80 сантиметров шириной. Нижний ярус вытаскивается также. Здесь такая роля специальная. Вы кладете вот эти подушки. И у вас получается полутораспальная большая кровать. Здесь установлен работа, подогрев воды от электричества и розетка. Раздувка горячего воздуха по домику. Как видите, множество ящиков. Все стены в прицепе абсолютно крепкие. Я не буду ходить стучать по всему домику. В общем, поверьте на слово, здесь никаких протечек совершенно нет. И нет никаких посторонних запахов. Свет для чтения. Все работает. Вот. Ну что ж, как видите, здесь тоже люк. Давайте поройдем теперь к панели управления. Значит, сейчас у нас включена работа электричества от каравана, от электричества. Как видите, вот так выключено. Я включу сейчас. Это подогрев воды, работа бойлера от газа. Горит зеленый диод. Значит, все работает. Желтый диод покажет вам, что аккумулятор у вас уже подсел. И бойлер не запускается. Красный говорит о том, что он не запустился. Здесь для розетки 12 вольт. Разъем. Включение внутренней помпы. Включение внешней помпы. Сейчас вода выключена, соответственно, помпы не работают. Розетка. Работа отопителя от 220 вольт. И система управления климат-контролем. То есть, от газа и от электричества. Сейчас мы выберем работу от газа. Ставим автоматический режим работы вентилятора. И устанавливаем вот в этом положении. Приблизительно это будет соответствовать 23 градусам тепла. Давайте сейчас запустим. Сейчас газ подключен у нас. Сейчас мы запустим печку. Печка, пьезоэлемент, не полуавтоматический ручной. Полуавтомат в 90-х прицепах 97-го года встречается достаточно часто. Очень такая простая система. Но минус ее в том, что без аккумулятора она у вас работать не будет. Здесь все гораздо проще. Ставим, открываем газ. Нажимаем, держим порядка 5 секунд. И запускаем пьезоэлементом поджиг. Все заработало. Вот в этом окошечке, если вам будет видно, мы видим в окошке, как горит газ. Работает вентилятор. Сейчас печка будет греться, все будет нормально. Далее, холодильник. Холодильник стандартный для этого года выпуска. Это тоже ручной пьезо-поджиг. Работа от 220 вольт. Сейчас у нас прицеп подключен к системе 220. Как видите, все работает. И от 12 вольт при подключении к автомобилю. Откроем холодильник. И запустим его. Как запускается? Нажали ручку, повернули на огонек. И начинаем работать пьезоэлементом. Ну что ж, холодильник заработал. И вот в этом окошечке сейчас вы можете видеть, как газ горит. Все, холодильник у нас работает. Здесь морозильная камера. Но сейчас, конечно же, он еще не нахолодится. Так что я его выключу. Так, давайте проверим с вами плиту. Как видите, здесь еще у нас вытяжка. Здесь также для розетки 12 вольт. Вытяжка работает над плитой. Так, давайте проверим плиту. Все работает. Давайте включим гриль. Проверим, как он работает. Ну что ж, все хорошо. Можно его выключать. И остается у нас духовой шкаф. Как видите, все чистенько. Здесь также все хорошо работает. Все, можно выключить. Давайте теперь проверим воду. Как я уже показывал ранее, у нас включен насос внутренний, холодная вода и горячая вода. Как слышите, насос внутренний заработал. Сейчас можно будет включить горячую воду. Сейчас немножко подождем и проверим, работает ли бойлер. Кстати, работу бойлера можно проверить снаружи прицепа, просто поднеся руку к выхлопной системе. Оттуда должен идти горячий воздух. Ну вот сейчас идет горячая вода. Все отлично. КПД при работе от газа у бойлера очень высокий. То есть вода нагревается очень быстро. Если вы будете греть воду с помощью электричества, то, скорее всего, помыться там трем людям уже не удастся, потому что вода остынет, не будет успевать нагреваться. От газа нагревается очень быстро. Сейчас я закрою. Далее мы давайте включим внешнюю помпу. Внутреннюю я выключу специально, чтобы проверить работу внешней помпы. то же самое. Сейчас слышно, как она включилась. Достаточно хороший напор воды. Ну что ж. Вот горячая вода пошла. Все замечательно. Внешняя помпа работает. Также давайте проверим воду в душе, чтобы не было вопросов по работе в душе. Хороший поток. Горячая вода идет. Здесь от болера очень короткий шланг, поэтому вода идет практически сразу. И холодная. Ну вот. Все замечательно работает. Можно все закрывать. И шланг можно убрать вниз. Походное состояние. Лейка, кстати, трехрежимная. Можно в процессе ее просто закрыть. Чтобы не выключать краны, вы просто берете, перекрываете ее. Либо сделать вот такую. Ручеек такой. Либо лейку. Либо просто закрыть. Ну вот. Мы посмотрели все внутри. Давайте проверим, как работает у нас зарядка. Сейчас вооружимся мультиметром. Выйдем наружу и посмотрим, какое напряжение дает у нас понижающий тренформатор на аккумулятор. Работает ли зарядка аккумулятора. Итак, включим и посмотрим. Сюда надо будет установить клеммы. Этим я займусь чуть позже. По какой-то причине их здесь нет. Возможно, вырвали вместе с аккумулятором. Ну вот, сейчас подается 13,33 вольта. Этого достаточно для того, чтобы поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии. Я рассказал вам об этом прицепе. На мой взгляд, один из самых интереснейших прицепов. Один из самых редчайших прицепов, совместивший все, как я уже сказал, достоинства двухосника и компактности одноосника. Еще то, о чем я не сказал. Самое главное отличие двухосного прицепа от одноосного. Двухосный прицеп не имеет продоль носевой раскачки. Когда у вас чем страдают одноосники, когда у вас вокруг колеса оси, прицеп гуляет по отношению на ходу, двигается вперед-назад. То есть, дышло идет за фаркопом, потом резко останавливается и вся коробка, вся нагрузка идет на нижнюю переднюю часть прицепа. Естественно, разрушаются крепления, прицеп начинает гулять, начинает все течь. В общем, все это плохо. Двухосник, из-за того, что у него две оси, практически, у него практически идеальная развесовка, он практически не гуляет. Оси не дают ему гулять вперед-назад. И вот сейчас прицеп мы находились внутри, он стоит без лап и, как вы видели, он практически не шатается. Если бы это был одноосник, конечно бы он сразу бы опрокинулся назад. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам это было полезно. Всего вам хорошего, всем удачи, пока!